Ну еще немного международных новостей. Руководство Филиппин выступило с практически сенсационным заявлением. Страна пригрозила выйти из ООН. Более того, они готовы вместе с Китаем создать альтернативную международную организацию. В Новый Союз могут войти также некоторые африканские государства. Но повод, из-за которого посыпались такие заявления, еще более впечатляющий. Глава страны развернул кампанию по борьбе с наркотиками. Только вслушайтесь, с мая этого года в стране убиты 900 человек, подозреваемых в торговле запрещенными веществами. С одной стороны, меры чрезвычайно жесткие, но с другой, ситуация с наркоманией настолько тяжелая, что власти сознательно пошли на крайность. Так вот, эту отчаянную борьбу за выживание нации в ООН резко раскритиковали, посчитав, что нарушаются права человека, а также не соблюдаются нормы юриспруденции. И вот интересно, что Россию тоже обвиняют в якобы излишней борьбе с наркотиками. Так, например, в газете «Вашингтон-Пост» в июле опубликована статья профессора из Гарварда Даниэла Аллена. В ней ученые критикуют действия нашей страны, ведь они вредят американцам. Говоря о Владимире Путине, следует отметить еще один способ, с помощью которого Россия причиняет ущерб американским интересам. Россия помогает вести войну с наркотиками. Фактически Россия агрессивнее всех прочих стран мира требует продолжать борьбу с наркотиками, обойдя даже такие государства, как Иран. Иран, к примеру, поддерживает такие вещи, как замена шприцов для героиновых наркоманов. Россия – нет. И жесткая позиция России в области борьбы с наркотиками вредит нам. Воплотятся ли слова в реальность? Возможный выход Филиппин из ООН обсудим с кандидатом политических наук, профессором Академии военных наук Сергеем Судаковым. Сергей Сергеевич, я вас приветствую. Итак, во-первых, насколько реальная угроза президента Филиппин, на ваш взгляд, выйти из состава ООН? Я полагаю, что это действительно всего лишь угроза. Филиппины никуда не будут выходить. Филиппины – это все-таки 110-миллионное население. И Филиппинам крайне невыгодно сейчас ссориться с ООН. Единственное, что сейчас выгодно для президента Филиппин – это показать, что он может играть самостоятельную игру. И именно его заявление связано с тем, что его просто очень сильно стали раздражать политикой двойных стандартов, проводимой Белым Домом. Задача его сейчас своей нации показать, что он готов отстаивать их интересы любой ценой, вне зависимости от того, насколько сильно будет давление Запада, либо даже такой организации, как ООН, на него лично, персонально и на его страну. А о том союзе, который он заявил, который возможно создаваться будет с Китаем, это неоднократно уже было такое заявление, и предпосылки к этому есть. Ну вот смотрите, какая ситуация. Их же критикует ООН за якобы излишне рьяную борьбу с наркоторговлей. В Филиппинах такая ситуация, что по-другому власти говорят нельзя. И тут вот еще Вашингтон-Пост публикует статью, которая только что говорила, что Россия, мол, тоже слишком сильно с наркотиками борется, а еще, если мы помним, да, также на заднем дворе США, так скажем, в Никарагуа, например, наши специалисты обучают наркополицейских, чтобы там тоже бороться с наркотиками. В чем здесь двойное дно, расскажите? Проблема в том, что существует так называемый, в кавычках, периферийный мир для Америки, где огромнейшее количество наркокартелей производят разные виды наркотиков. Не секрет, что существует огромное количество интересованных лиц, в том числе в западном мире, которые получают сверхприбыли от данной деятельности. И им крайне невыгодно, чтобы кто-то вел настоящую войну, а не бумажную. Очень четко стало понятно, что если вести бумажную войну, то Филиппины еще бы 60-40 лет пытались победить данную проблему. Дело в том, что само правосудие в Филиппинах, оно всегда будет завязано на огрядку на большого брата. Я хочу просто напомнить, что с 1898 года по 1903 год была война между Испанией, между Америкой и Филиппинами. И Филиппины стали свободны от Америки только в 1935 году. На самом деле историческая память очень сильная. И на сегодняшний день практически вся правовая система так или иначе находится на внешнем управлении и находилась до последнего времени. Но только в последнее время Филиппины обрели полноценную самостоятельность и стали искоренять это зло. Увы, в Филиппинах сделать по-другому ничего невозможно. И поэтому эти 900 человек, которые действительно были застрелены, о которых говорил президент в том числе, они спасли жизни десяткам миллионов. И об этом тоже не следует забывать. Ну, смотрите, получается, Вашингтон уже практически в открытую заявляет. Не трогайте борьбу с наркотиками, оставьте все как есть, не надо ее усиливать. И говорит он это не только Филиппинам, но и всему миру, в том числе к России, обращаются. Это же странно. Люди же в Америке, они тоже делают свои определенные выводы. Безусловно делают. Но проблема в том, что Америка это делает исключительно для стран, которых они называют осью зла, и для тех стран, которые являются вражескими к ним. На сегодняшний день Америка является так называемым экзистенциональным врагом для России. Именно поэтому Америка неоднократно будет заявлять о том, что борьба с наркоманией в России, она приобрела очень жесткие формы и самые большие масштабы. Но самое главное, что мы делаем это качественно. Мы делаем это очень на высоком уровне. В том-то и дело, что мы этим гордимся, а нам это вменяют в вину, так скажем. Они обвиняют нас в вину, потому что мы можем быть хорошими для Америки только тогда, когда мы будем слабые, и когда наши дети и молодые поколения будут употреблять наркотики, и мы будем скатываться в эту бездну. Поэтому это заявление следует из того, что именно наркомания является той проблемой, которую убивают ноги нации. И это, простите, но со стороны Америки это определенный посыл для убийства очередных и очередных наций, государств. И в том числе это посыл на ослабление России. Да, вам большое спасибо. Итак, мы пообщались с политологом Сергеем Судаковым.